Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по илам праведности, которую бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Итак, вот в таком состоянии человек самостоятельно ничего сделать не может. То есть он живет в ненависти друг к другу, самому себе. И уникальность Бога заключается в том, что он не дожидается, пока человек сделается лучше. То есть в отношениях между людьми есть такая тенденция, мы стараемся сблизиться с кем-то, пока он станет лучше. То есть мы говорим, ну вот будешь себя хорошо вести, я там, допустим, кому-то из детей говоришь, я тебя свожу в Макдональдс. Получишь пятерку, куплю тебе что-нибудь. Пока не будешь себя, да, я, ну, как ты, так и я. Вот такой принцип. То есть люди в глазах Бога, тут написано, живут в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. То есть вот к таким людям обращена Божья благодать. Когда же явилась благодать и человеколюбие, спасителя нашего Бога, то есть меня в этом случае изумляет то, что человеколюбие проявлено к ненавидящим друг друга. То есть любить мы привыкли за что-то. Сделай так, чтобы я тебя любил. А прояви в своей жизни что-то, за что я буду тебя уважать, за что я буду тебя любить. Вот так. А когда, ну, за что мне тебя уважать? Тем более, за что мне тебя любить? Вот если бы Бог подходил бы точно так же к нам, как мы, друг другу, то никогда бы мы ни с этого дна бы не поднялись. Люди бы так и остались бы в ненависти к друг другу. В злобе, в зависти, с ожесточенными сердцами. Но благодать и человеколюбие Бога, нашего спасителя, приходит к людям, которые ее недостойны. И в этом и есть действие благодать. Благодать. Благодать это проявление необоснованной благословности Бога к тем, кто это не заслужил. То есть ни один человек, который пережил в своей жизни сверхъестественное исцеление, сверхъестественное спасение, сверхъестественное изменение в своей жизни, то есть был мертв, его жил, был потерян, но нашелся. Ни один человек ничего не сделал для того, чтобы Бог был к нему ближе. В этом и есть благодать. Кто-то может сказать, что, допустим, вот он, я старался исправляться. Да, может быть, старался. Я старался не пить, я старался не колоться, я старался не материться, не курить, не обижаться, я старался не гневаться, я старался не раздражаться. То есть я максимально в своей жизни трудился на то, в том, чтобы быть лучше. Наверное, нет. Человек все-таки в большинстве своем живет инерционно, согласно своим инстинктам. А инстинкты у него такие, они такие испорченные инстинкты у человека. И вот благодать Божья и человеколюбие обращено как раз таки к тем, кто ничего не заслужил. Он спас нас не по делам праведным, то есть не согласно, допустим, тому, что ты сделал летом, осенью, зимой, в прошлом году. То есть он все это записывал, и в результате ты получил вот эту награду. Ты получил отношение с Богом, потому что старался быть праведным. Ты не старался быть праведным, и Бог говорит, меня найдут неискавшие меня. Мы не искали Бога, нет ищущих Бога, нет ни одного. Вот такой серьезный диагноз человеческого рода, что люди Бога не ищут. Люди ищут все, что угодно. Жену, квартиру, машину, работу, родное состояние. Правильно? Но Бога ищут ли люди? Не ищут. Ищут, но я не знаю, что Бога. Они как в этом стихе. Вот, ищут пожарные, ищут милиция. Вот, да? Ищут, но никак не могут найти парня лет 20. То есть люди, да, находятся в постоянном поиске, но чего ищут, не знают. И вот Бога находят в результате люди, которые и не задумывались никогда о том, что они могут так близки быть с Ним. Человеколюбие переживает грешник, человеколюбие, благодать Божью, переживает тот, который этого не заслужил. И написано, а по своей милости, по своей милости, благосклонности, через очищение, возрождение и обновление. То есть через то, что Он взял, грубо говоря, испорченное, взял искаженное, дефектное взял, и максимально потрудился над этими дефектами, исправив это. Знаете, Бог знает человека лучше, чем человек знает сам себя. Поэтому видит в человеке, прежде всего, хотя бы минимум того хорошего, за что можно было бы зацепиться. То есть у нас искаженное восприятие человека, то есть мы воспринимаем человека, прежде всего, воспринимаем с точки зрения критики, оценки, осуждения. То есть мы находим в человеке что-то, за что можно его, ну, как бы хотя бы, по крайней мере, за что можно на него возмутиться, осудить, высказать, как бы, свое недовольство. То есть даже если в человеке есть хотя бы один процент чего-то хорошего, мы, ну, да, наоборот, там, 50% хорошего, но мы заметим 50% плохого, прежде всего. А Бог, он замечает хотя бы даже один процент, который остается в каждом, в каждом человеке, в самом падшем грешнике. И берет это, обновляет, и человек уже, казалось бы, не меняет своей формы, меняет свою форму. Документы он не меняет. То есть у него фамилия та же самая, имя то же самое. Но содержание становится новым. Чуть выше, если поднимемся, если у вас Библия открыта, то во второй главе есть такие слова. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Тоже речь идет о благодати, которая явилась абсолютно для всех. То есть тут нету национальных каких-то, вот, половых, возрастных ограничений. Благодать Божья явилась для всех людей. То есть все люди имеют возможность в своей жизни пережить близость с Богом, пережить Его любовь, пережить Его влияние, пережить Его поддержку. Вот, и сделаться другими людьми. Спасительная для всех человеков. Благодать описана такими словами, как спасительная. То есть благодать направлена на то, чтобы человека вывести из заблудшего состояния. То есть человек самостоятельно не может найтись. Его находит Бог. Находит не потому, что человек заслужил. Находит потому, что у него чрезмерное человеколюбие. Которое для нас очень сложно понимаемо. Мы имеем установки определенные, как мы говорили. Мы имеем определенные блокаторы внутри себя. Мы имеем определенные травмы из прошлого в отношениях с людьми. Все это влияет на нашу, так скажем, предвзятость. У нас складывается стереотип. Все. И мы порабощены. Вот в этом мировоззрении. Своем. Мы не можем выйти за пределы. Все. Ты думаешь только отсюда до сюда. По-другому ты не можешь. Я говорю, посмотри с другой стороны, посмотри по другим углам. Ты не можешь. Ты как бы сформирован так. Да, у тебя есть искажение. Искажение восприятия. То есть, грубо говоря, линза. Она испорчена. И тот свет, скажем так, тот образ, который приходит, он приходит в искаженном виде. На выходе у тебя уже искаженное представление. И, как правило, оно будет негативным. И благодать спасительная для всех людей. То есть, Бог спасает. Бог спасает. Вот. Ну, люди всегда хотели пережить спасение. Всегда. Люди всегда стремятся к тому, чтобы обрести в своей жизни опору в каком-то спасителе. Вот. Абсолютно в каждой религии есть кто-то, кто выступает как спаситель. Мультик про Прометея смотрели? Не все, да? Кто такой Прометей? Кто огонь принес. Правильно. Вот. Откуда он его принес? В сердце. В кровь. Он украл, по-моему. У кого? У кровь. У зерс. Да. А для кого он принес огонь? Для людей. Для людей. А что в результате сделали Боги? Приковали. Да? Вот. Да. И в мультике это не показано, но в мифе, как бы, да, сказано, что орел выклевывает его в печень. Вот. Печень за ночь отрастает. Орел опять ее выклевывает. Такое вот у него, как бы, мучение у Прометей. Это миф. Миф. Ну, иносказание такое, да, есть вот. История такая. Но в этой истории есть определенный смысл, начинка. В чем она заключается? Потому что люди ожидают какого-то спасителя. Печень не восстанавливает. В твоем случае, ну, ночью она не восстанавливается. Она медленно разрушается и ночью, а ты спишь. Вот. И будет продолжать, если ты не поменяешь свои установки. Так что хоть и говорят, что печень это единственный орган, который подвижит восстановлению, да? Вот, но не в твоем случае. Почему? Очищение, наверное, да? Не восстановление. Наверное, очищение. Регенерация у нее повышенная. Да? У печени. У печени. У печени отсутствует нервное ощущение. Она не болит. Да, да, да. То есть от того, что она увеличивается, она начинает давить. И поэтому происходит как бы болевой эффект. А сама по себе печень, она не болит. Поэтому гепатит это ласковый убийца. То есть вот он... Его даже не надо... Убивает человека незаметно, но верно. Вот. То есть в каждой религии есть ожидание какого-то спасителя. Ну, вот в любой, там, допустим. В исламе есть некто Махди. Ну, и какая-то таинственная личность, которая должна прийти и освободить, так скажем, народ. Ну, это говорит о том, что люди всегда ждали кого-то извне. Идея спасителя популярно обыгрывается сегодня, в 21 веке, через фильмы, которые делают DC и Marvel. Слышали такие? Вот. То есть сейчас на киноэкраны выходит много фильмов, в которых появляются супергерои, выступающие в качестве. Вот. Это самые кассовые фильмы. Помимо того, что туда вкладываются деньги для спецэффектов, то там еще есть и идея. То есть есть некая начинка духовная, которая людьми принимается интуитивно. То есть люди приходят, они как бы получают через это такое иллюзорное удовлетворение своих ожиданий, что все-таки зло, оно может быть побеждено и наказано. Но, к сожалению, в фильмах зло вынесено вне человека. А Библия говорит, что зло находится в самом человеке. И поэтому, когда Спаситель приходит решать вопросы со злом, то у него очень сложная задача. Я имею в виду о Христе. Очень сложная задача. Какая? Ему нужно спасти человека от того, что у человека внутри. Но он не может это сделать без участия самого человека, без его добровольного отклика. А для того, чтобы быть спасенным, человеку нужно признаться, что он нуждается в спасении от зла, которое коренится в него внутри. У людей, как я уже говорил, есть стереотипное восприятие действительности. Какое? Не я виноват. Жизнь такая. Помогите мне решить проблему с сыном-алкоголиком, мужем-наркоманом, с соседом каким-нибудь, скажем, нечистым на руку. Помогите нам решить вопрос с ипотеками, с правительством. То есть человек выносит проблему вне себя. Он говорит, что он становится жертвой обстоятельств, и зло находится в его представлении где-то там. И оно влияет на него. А зло коренится внутри человека. И Бог говорит, да, что спаситель придет и спасет людей своих от грехов их. То есть где это? Это во мне. Это мне нужно прежде всего признаться, что я носитель зла. Тогда спасительная благодать, которая явилась для всех человеков, сможет внутри меня произвести вот этот спасительно очищающий эффект. То есть из такого злодея, есть разные понятия, ну как бы злодейства. Люди бывают себя меряю через Чикатило. Я же не Чикатило. То есть смотри, кем измерять. Ну если мы говорили, что если измерять человечность через Христа, то конечно я злодей. Если мы берем за критерии Христа, то конечно каждый человек понимает, что он, да, ну, имеет внутри себя установки какие злые. Кто такой злодей? Злодей, ну злодей это тот, который стоит в жизненной позиции богоборца. То есть который отвращен от Бога. Он может быть активным, он может быть пассивным. Но он богоборец. Он своей всей жизнью показывает, что Бога в его жизни нет. То есть, причем делает это сознательно. А еще есть такие, которые говорят, я Бога всегда знал, тире и верил, и при этом сознательно гадил в его сторону. Вот так. То есть лучше им как бы и не говорить, что ты Бога знал. Почему? Потому что если ты как-то к нему имел отношение, и если ты в своей жизни совершал преступление, то это сознательное. Знаете, как вот, сознательное нанесение травмы и боли тому, кого ты любишь. Или не того, кого любишь, а того, кто любит тебя. Вот так вот же. Кто тебя любит. Тебя кто-то любит, а ты ему сознательно делаешь больно. Раз, два, три. Методично. Ты постоянно это делаешь. Ты злодей. Ты злодей. То есть на этом фоне каждый человек может сказать, ну да, действительно, как бы я злодейский образ жизни. И злодей царство и Божие не наследует. Не наследует. Так для них как бы царство Божие, оно, ну, как, знаете, как собаке пятая нога. Для них как бы оно не имеет ценности и важности. Это как бисер для свиньи. Почему дядя Юра не кормит свиньи бисером? Не дают. А тебе не дают. Нет. Да нет, просто бисер повредит свиней. Он может попасть ей в нос. Она может задохнуться, попасть в дыхательные пути. Свинья погибнет, она умрешь. Все носом сделает. Она бисер изъедобен. Свинья не оценит, а, ну, бисер. Что это? Для нее он может половать зубы. Ну, то есть, как бы, вызовет определенную негативную реакцию только. Вот так. Поэтому те, кто остается в своей злодейской, богоборческой позиции, это тот, кто, ну, вот, все-таки склонен ближе к скатоподобному состоянию человека, чем к богоподобному. То есть, поэтому сказанное что-то богом для него, ну, оно будет, оно будет на остром мир, оно будет резать уши, знаете, как бы, оно будет мучить совесть где-то, оно, а может быть, просто будет бесполезным. Свинья просто рылом своим его отодвинет в сторону и пойдет в корыту. И все. Поэтому где-то метать бисер перед свиньями, это, ну, бесполезно. И опасное для свиней занятие. Вот так. То есть, человека можно действительно духовно травмировать. Как бы ты ему, вот, проповедуешь, говоришь, казалось бы, ты приносишь ему весть о благодати, о спасении, но это может травмировать его. Вот так. Как свинью бисер. Повредить его может. Поэтому нужно аккуратно еще к этому подходить. Для каждого человека, для каждого, скажем, для каждой ситуации, для каждого случая нужно быть мудрым, избирательным. Вот так, избирательным. То есть, нужно думать, какой эффект услушающего вызовет то, что ты, ну, вот, пытаешься ему донести. А иначе, как говорят люди, что благими намерениями имеют. Да. Ну, вот, благими намерениями. Итак, благодать спасительная. Вторая ее характеристика, она научающая. Спасительная для всех человеков и научающая, нас. Она спасительная и она научающая. Она научающая. Ну, слово, которое Павел будет использовать здесь, да, оно больше, лучше как бы перевести его как педагогическая благодать. Там слово паэдагогас. То есть, благодать спасительная и имеющая педагогическую направленность. Это что значит? Это значит, что человека еще не достаточно спасти. Человека еще нужно обучить его надо. Обучить. А иначе спасенный и не обученный, он, что? Он как, про ту же свинью, если мы говорим, он как привык решать вопрос с обидой через выпивку. Он привык решать вопрос с оскорблением через агрессию. Он привык решать проблемы какие-то там семейные или межличностные. Ну, так он привык. Вот так. То есть, он не научился жить по-новому. У него нет новых привычек, у него нет новых каких-то категорий мышления, у него нет новых установок жизненных. Вот он, грубо говоря, как бы начал свою жизнь с подросткового возраста, паронировался под влиянием препаратов спиртного. Психическое расстройство может быть, да? Конечно. Да, конечно. Вот, может быть и психическое у него будет расстройство, и духовное, потому что психическое расстройство есть у каждого человека. Если говорить, что психика это душа, то душевное расстройство у каждого. Все люди душевно повреждены. Внутри у каждого человека есть душевные травмы, которые были в течение жизни, начиная с детства. Эти травмы, они вот как есть, которые заросли и остались, вот как перелом. Нос у человека сломан, а ты видишь, у тебя вот человек, видишь, там, у человека был сломан нос. Срослось, да? Ну и есть остаток. Вот так. Вот так. А душа эта субстанция очень тонкая. Тонкая. Повреждение души, вот, это не так просто как исправить. Если перелом зарастает там месяц, два, три, сколько, душа может очень долго болеть. А бывает бесследно заживает все? Да. Бывает. Только свет естественного. Бывает. Нет. Усцеление, бывает. Естественно. Нет, бесследно. Вот психическая травма, да, не будет. Вот вы сказали, нос сломан, вот он зажил, он остался. А бывает же не остаются следа никакого. Бывает не остаются. Вот в душе, как правило, шрамы остаются. Шрамы остаются. Вот, бывает, следы не скажут, что у человека был сломан нос или нет, но он помнит, что нос был сломан. У него достаток есть внутри. Это тоже есть вот это, да, явление. Конечно, а кто у него заберет, а кто у него заберет эту память. А как это память, а это память, это переживание, насколько серьезно повлияет на его, так скажем, отношение к близким, к самому себе, к людям, к миру, к Богу. То есть, как бы, это один из формирующих его как личности факторов. И да, с виду уже не видно, не видно там, что у него был сломан нос, но внутри-то как бы у него остается определенная... Ну, даже вот память уже, как бы, помнит это, уже говорит о чем. А что-то бывает, уходит туда, в подвал, подсознание, вот так, опускается низко. Ну, да, я вот тоже сижу, я 7 лет женат был на первой жене, как будто и небо даже. Да. Вот у меня зажили так, подвалушки радуются. Да, подвал, подвал, подвал. Да у вас, Роман, целая куча. Пока лодное крещение не принято, так и будет. Возможно, нет, ну, есть, смотрите, как бы, есть, у психики есть такая функция, вот, вытеснение. То есть, Бог устраивает человека таким образом, чтобы травмированность в этом мире, она была человеком все-таки, как бы, преодолеваема. вот, и травма, она уходит, ну, она же ведь, ну, грубо говоря, она остается, то есть, она была, она есть, ты просто об этом не думаешь, сознание не выкидывает ее в виде образа, воспоминания, она не причиняет сердечной боли, вот, не приходит во сне. Ну, тут башт звонок, надо заплатить налоги раз в год. Или алименты. И вот он, нет, я бы детей ни за что не бросил. Вот так вот. Ну, я просто для примера. Да, и вот это, а вот я на самом деле вот сейчас потяжу, думаю, да, я вообще даже не вспомню, как будто вот 7 лет, я вообще женат не буду, я ее даже не помню, у меня нет ее в ее жизни вообще. Нет, у Романа прекрасный пример, такой жизненный, бытовой, прекрасный пример, но он пример, но он как пример человека, который, к сожалению, вот, но сфокусирован на себе, то есть, Роман как бы одновременно же не думает, какая травма у жены, у другого человека. То есть, говорит, а у меня все нормально отмерло, а как, насколько, как бы, вот эта ситуация, она повлияла повлияла на другого человека. И здесь начнется, ну, как бы, тут начнется вот это вот она, я, да он, она, и вот это вот, ну, пинг-понг, понимаете? Перебрасывать начнем мы мяч. Вот. Я же не говорю там, допустим, так, ну, я всех простил, а меня простили, я отпустил всех. А тебя отпустили из своих сердец люди? Вот так. Ну, скажешь, да это их проблемы. Вот так мы и живем в отдалении друг от друга. То есть, мы, как бы, я стараюсь убежать, ну, вот, куда, ну, убежать в мыслях, убежать, как бы, в отношениях. Ну, я не знаю, вот там, скажем, кому я там что сделал. Вот. А на самом деле, как бы, мы должны взять за это ответственность. Вот. То есть, мы должны попросить прощения еще и у тех, кому мы причинили раны. Вот так. Вот так. Может быть, конфликт, стычка. Вот моя жена, да, она говорит, вот ты быстро отходишь, а мне нужно дольше времени. Вот я раз там что-нибудь, у нас там какая-нибудь искра возникнет, я буквально там 30 минут, 10-15-30 минут. Ну, все, уже как бы я, она говорит, а ей нужно там полдня. Да? Да. Потому что ассоциации у женщин. Вот. Ну, то есть, конечно, и устройство психики у женщины, допустим, если говорить там одно, у мужчины другое. Вот. Это вообще и особенности личности разные. Вот. Поэтому мы не живем на необитаемом острове. В конфликте всегда две стороны. В конфликте всегда принимаем участие, ну, мы с кем-то. Вот. Если мое подсознание, оно как абсорбировало, знаете, туда это все унесло. Вот. И там, в принципе, как бы где-то там оно, как атомные отходы, знаете, хранят, как бы их замуровали, зарыли там, как бы все. Ничего страшного. Скрипное, да? А потом возможно. Ядер взрывка. А потом возможно. Ситуация раз-раз, и оттуда все это как-то как взят, возьмет и полыхнет. А другой человек, он входит на тебя, как бы, ну, там, внутренний, как бы, вот он злопыхает. А духовный мир, он, вот, мир все-таки как бы единый. Ну, да. Я вот сейчас сижу, слушаю, мне так хорошо. Мне хорошо. У меня доярка сейчас сидит, ждет меня. Когда я приеду, ее заберу. Чтобы побыстрее подоить и домой побыстрее уйти и освободиться. Вот. Надо прощения просить у нее. Я эгоист. Давайте вашу зачетку. Мы помоемся тогда сегодня и за доярку. Как ее зовут? Антонина Петровна. За Антонину Петровну и за Романа. Да, да. Самое главное есть здоровье. У нее это онкология два раза. Ага. Самое главное это спасение, Роман. Ну, мы об этом поговорим. Да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Очень интересно. Мы были благословлены нашему общению. Хорошего вечера. Ну, видите, как бы такая вот у человека установка у каждого. У каждого. Мне хорошо, но как бы с другими. Ну, нужно отбивать, что он как бы. Бог и судья. Что мы и то будем. Это вот так вот, знаете, охарактеризован человек, который деформирован грехом. Грех. Ну, просто сейчас Роман разговаривает. Мы пришли, да. И, в принципе, вот вы сказали все. Чего? Да. Бог действует. Хорошо. Итак, спасительное и научающее. То есть человека не просто, как бы, человека не сложно спасти. Человека сложнее обучить. Вот мы с братьями уже тут второй день, да. Вот там вчера вечером, сегодня второй день говорим. Вот. Ну, вот. Они говорят, я трезвый, я здесь, мне хорошо все. Классно, ты спасен. Ну, ты спасен в этом случае. Спасен от чего? От выпивки, от алкотика. Спасен. Вот так. А ты научен здесь, ты научен жить в агрессивном мире. Мир агрессивен. Ну, вот. Человек попадает туда, там мат-перемат, курят, там, ну, грубо говоря, агрессия, там напряжение, там отношения, которые были когда-то испорчены с кем-то, там есть определенные обязательства. Там, особенно, допустим, вот я в Москве пять лет уже живу, Москва для меня это прям яркий образ агрессивной среды. Кислота. Среда. Попадает человек, как в одной песне поется, попадая в большой город, пропадаешь навсегда. Все. И растворяешься в этой кислоте. Агрессивная среда. Я перемещаюсь там, езжу в Подмосковье по Репцентрам. Вот, когда у меня время есть, я посещаю. Вот. И ритм такой. Люди агрессивные. Люди ажесточенные. Ну, ты как бы, на тебя пытаются, как бы, да, опа, сразу переложить. То есть ты в электричку заходишь, и там уже, как бы, такая вот агрессия, там, чуть ты кого-то дри, раз, там, все, коп, сразу, там, слово за слово. И вот ты, ну, начинаешь как бы в это втягиваться. Вот. Ты готов жить в агрессивной среде? Научился? Может быть будешь жить не в большом городе, в маленьком. Но, как мы уже говорили, ну, агрессия, она и от меня самого исходит. Я тоже становлюсь агрессивным. Меня не раздражают, я раздражаюсь. Да. То есть что делаю? Сам себя допускаю до состояния, которое описывает слово раздражение. Описано словом раздражение. Я сам себя. То есть, есть раздражающие факторы, но раздражаюсь я. Все. Вот так. И я. То есть, как бы, либо я, либо, ну, как бы, ну, как бы, ну, да, тогда я такой, чё, вот, и я так продолжаю жить, либо начинаю с этим работать, начинаю, как бы, это искоренять из себя. Благодать. Поэтому, благодать обучает человека жить в агрессивной среде. Спасает. Вот, смотрите. Крещение у вас кто принимал последний? Кто у вас? Кто эти люди? Анна принимала. Анна. Ещё. Ещё кто принимал? Виктор принимал. Последняя. Нет, это меня ещё кто-то. Ну, ладно, хорошо. Кто в этом году хотя бы что-то? Да, в этом году Виктор. Серёжок был. Памятник. Иван. Серёга. Ну. Серёга. Что спрашивал у вас пасыр? И Серёга тоже. Что спрашивал у вас пасыр, когда вы крестились? Чего утопить хотел? Ну, готов. Хочешь ли? А? Готовь. Готовь. Господь. Что и что? А что? Бежушный. Иисус. Господь. 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 Хорошо. Всё. Недостаточно. Мы сказали. Я думаю, что это все помнят. То есть у вас спросили. У вас спросили. Ты считаешь Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? И вот смотрите, как человек устроен. Он первично принимает Его своим Спасителем. Почему? Потому что, ну, адекватному более-менее человеку, открыто, что если он будет колоться и пить, у него будет вздуваться печень, и он просто умрёт. Поэтому ему нужен Спаситель. То есть у него есть как бы желание быть спасённым. Из этого, грубо говоря, вообще колобродства, в котором он жил последний период своей жизни. То есть признание Христа своим Спасителем для всех это первично. Всем нужен Спаситель. Из какой-то ситуации. Всем. А вот Господом он становится не сразу. То есть ты исповедуешь Его. У тебя спросили. Ты считаешь? Ты говоришь, да. Но так ли это? По факту. Господствует ли Он в твоей жизни или нет? Как правило, ну, вот, очень, ну, там, в большинстве своём, в большинстве, то есть меньшинство, есть большинство, есть большинство. Большинство в христианстве господство Христа так и не переживут в своей жизни. То есть они восприемлют Его как Спасителя, отнесутся к Нему потребительски, но господство Его в своей жизни они так и не примут. Они так и будут хозяевами своей собственной жизни. Вот так. То есть они будут говорить Ему, Господи, Господи. Будут ходить в церковь, читать Библию. Но их жизнь, вот как, знаете, есть, вот, ну, посмотри на жизнь человека, она жизнь будет демонстрировать, что жизнь у человека, в русском языке есть такое устойчивое выражение, без царя в голове. Анархия. То есть царя нету, нету определённой, вот, правящей иерархии. Нету иерархичности. Там есть, да, там есть анархия. Вот. Или самоуправство, в котором человек как бы берёт на себя право своей жизнью распоряжаться. Хотя он эту жизнь, ну, он же даже не запланировал её. Ну, так скажем, он даже её не, ну, как бы не вложил ничего, чтобы в эту жизнь получить. Он же просто это вот, ну, вот он даже не в дом не заказал, родителей не заказал себе. Детский садик даже себе не оформил. Школу. Только потом уже он там что-то начал пытаться в своей жизни булькать. А поначалу нет. Так вот, господство Христа – это очень важный процесс в жизни, допустим, каждого крещённого человека. Вас же спросили, вы признаёте его своим, и первое было что – Господом и Спасителем. Ну, как бы, так-то правильно. Вот. Но у человека внутри есть свои представления. Спаситель – да. А вот и Господин Я в этой жизни. Вот. То есть я сам себе, как бы, я определён. Вот. Вы знаете, ну, вот когда человек уходит, или в центре он говорит – я все понял? Удачи. У меня есть чёткое представление о том, что я буду делать. Я в своей жизни, я чубоком буду человек. У меня, ну, я хозяин своей жизни, я знаю всё, я взрослый, о чём у меня тут. Ну, и дальше, как бы, уже по тексту там, как бы. Вот. Ну, Господин – нет. Вот. Ну, такой вот он, он беглый раб, такой, знаете, вот, ну, который своевольно, как бы, убежал, вот, и где-то, вот, ну, там, будет бродить. Вот. Вот. Благодать спасительная будет научать человека принятию господства Христа в своей жизни. То есть благодать – это отношение Бога, который будет деликатно, вот, проговаривать человеку, что в Царстве Божьем нет демократии. В Царстве Божьем какая система правления? Монархия. Монархия какая? Господство. Их есть несколько видов. Монархия. Абсолютная. Не парламентская. Абсолютная монархия. То есть, когда власть находится в руках одного человека, ну, да, одной личности, скажем. В Царстве Божьем твое мнение выслушает, но оно не будет являться чем-то, что изменит его мнение. Да. То есть, есть одно только мнение, и оно правильное. Либо оно принято, либо нет. Либо ты начинаешь играть в пинг-понг, в демократию. Предлагать свои убеждения. Ну, как бы, вот там, а может быть, а если, да я вот тут, но… нет, ну, ведь так сказано. Да. Написано. Да. Но неприемлемо мной. Все. Значит, я вне царства. Спасительная благодать научает человека, то есть, а использует все возможные педагогические методы. Педагогические методы. А в педагогике методы разные есть. Правильно? Есть, как скажем. Ну, вот хотя бы так, да. Вот. То есть, есть метод поощрения и есть изыскание. Можно исключить что-то… Быстрый ремонт. Ну, попытки такие были. Попытки такие были. Про Льва Николаевича Толстого могу вам рассказать. Слышали про такого мужчину? Вольная. Когда он жил? В 19 веке. Хорошо. В 19 веке. Льв Николаевич Толстого был, очень, человек, таким, знаете, ну, таким… творческим, бородатым и гуманистически настроенным. Помимо всего этого он еще и дуграф, человек, у которого было большое имение в Ясной Поляне, у него были в свое время крепостные, после того, когда крепостное право отменили в России, фиктивно дали свободу крестьянам, но не дали им земли. Получается, что они остались на той же земле, фиктивно имея свободу, они были привязаны к земле. У него такая помещика, что свои земли, свои крестьяне, и вот он устраивает проект в Ясной Поляне, проект сельской школы, в которую должны были его крестьяне приводить детей бесплатно, все включено, все оплачено. В этой школе исключались физические наказания, там детей не били. Через какое-то время, это прошло буквально небольшое количество людей, пришли мужики и сказали крестьяне, мы своих детей, барин, тебе в школу не поведем. Почему? Потому что такой процесс обучения привел к дестабилизации внутрисемейных отношений, когда дети начали путать берега. вести себя, так скажем, вести себя неадекватно. То есть это попытка гуманистического веяния интеллигенции этого периода, устроить что-то такое альтернативное. Я не говорю, что человека надо бить. Наказание – это не только физическое воздействие. Наказание – это вообще как некое взыскание, это как некое проявление твоего несогласия с тем, что человек делает ошибочно. Вот так. То есть это несогласие, и оно действенное несогласие. То есть это не просто мнение, это еще и мнение, переходящее в действие. То есть это когда я свое убеждение, я начинаю его воплощать. Вот это наказание. Поэтому Бог, он использует в своем научающем процессе, он использует метод и поощрения, и наказание. Поэтому благодать – это неседозволенность. Когда люди воспринимают благодать, что это все тебе можно, все мне позволительно, но ничто не должно одно и преобладать. Вот это лишь по, так скажем, спекуляция благодатью. Это попытка манипулировать отношениями с Богом. Благодать она будет обучать человека. Чему? Тут дальше мы с вами читаем. Чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти. То есть она научит, что делать человека – отвергать. Благодать будет обучать человека заниматься отвержением, прежде всего. Вот смотрите, прежде чем научить человека, ну грубо говоря, каким-то новым навыкам, чему-то положительному, его нужно сначала научить отвергать что-то предыдущее, отвергнув нечестие и мирские похоти. То есть если человек, будучи спасенным, оправданным, освобожденным от пороков, от привычек, он не научится внутри себя отвергать приходящие к нему мысли, возникающие навязчивые состояния, некие эмоциональные всплески. То есть он не научится заниматься самоконтролем. А научиться самоконтролю он может только под воздействием благодати. То есть в Боге он будет это делать. То есть вне Бога самоконтроль заканчивается на каком-то определенном, ну знаете, как говорится, терпение мое, все, закончилось, все. И тут Остапа понесло. Вот так. А в Боге терпение оно не заканчивается. То есть либо человек выходит из Бога, он вне Христа становится, и тогда он, знаете, как бы все, его тут начинает разрывать. Если он в Боге сохраняет свое положение, то у него есть гарантия того, что он будет отвергать чести, мирские похоти. То есть он научится отличать хорошее от плохого. И дальше тут написано. Уже когда он будет отвергать это, он научится целомудренно, праведно и благочестиво жить. Целомудренно, праведно и благочестиво. То есть человеку еще надо научиться жить. Целомудренно, благородно. Целомудренно. То есть сохраняя себя во всех своих сферах. Физической, эмоциональной, интеллектуальной, духовной. То есть весь человек, он должен быть целостным. Ну, грубо говоря. Вот так вот, грубо говоря. Но я, как Павел скажет, вы не можете пить одновременно из чаши Христовой и из чаши Бесовской. То есть человек не может, знаете, как бы вот утром мы там, скажем, молимся, а вечером смотрим Comedy Club. Вот так. Это не целомудренно, это не целостно. То есть нет целостности. То есть человек, он имеет определенную такую, ну так скажем, рваную структуру себя. То есть он клочкообразен, фрагментарен. Фрагмент, по-моему, попа, Иисус Господь. Потом раз он уже, около голубого экрана в Comedy Club. Хе-хе-хе. Хе-хе. Вот. Все. Такое, как бы, невозможно. Он не научился целомудривать. Целомудренно – это не значит сохранение себя, как бы, только с точки зрения, как бы, сексуальной чистоты. Вот. Целомудрие – это значит иметь определенную согласованность того, что здесь, здесь и внешне. Согласованность. То есть я согласован с тем, кто тут, тут и то, как я себя веду. И согласованность эта у меня, она круглосуточная. То есть я не могу быть христианином только в воскресенье в собрании, а все остальное время я просто работаю, еще на работу хожу. Нет этого. То есть мне надо учиться. Мне надо к Богу обращаться, чтобы, взыскивая его благодать, мне приходить к тому, что я научаюсь жить целомудренно. Целомудрие тоже – это очень важный, так скажем, элемент или характеристика христианской жизни. То есть человек, не научившийся жить целомудренно, у него будут постоянные падения, пока он не умрет. Вот так. То есть у него будет постоянное хроническое вот это вот грешу и каюсь, каюсь и грешу. Отсутствие целомудрия. Он не научился жить целомудренно и правильно. Правильно – это значит, грубо говоря, правильно жить. Знаете, люди говорят, что ты правильный, да, правильным стал. Ты что, тебе что нельзя пить стало? Нет, я просто хочу правильно жить. А пить – это неправильно. Вот и все. То есть я научился жить правильно. Правильно – это то, что подразумевает наличие истины. Если я не научился правильно жить, то я живу во лжи. Вот так. Я обманщик, я тот, который обманывает и тот, которого обманывает. Вот такая моя характеристика. Целомудренно, правильно и благочестиво. Благочестиво. Благочестие есть внешнее, есть внутреннее. Можно быть внешне благочестивым человеком, а силы благочестия не иметь. Не иметь. Поэтому и нет силы сопротивляться. Можешь сопротивляться? Почему? Когда приходит искушение, человек говорит, а я не смог и, знаете, и упал. Ну, не надо силы сопротивляться. То есть, грубо говоря, как бы, есть определенное движение. Вот. К тому, когда ты подошел к прилавку там или подошел к покупке наркотиков. Ну, есть движение. Это уже фиксация. Это механика. Покупка, приобретение, то есть движение. Это механика. Механика, которая стала результатом определенных внутренних процессов. Которые ты запустил. Которые ты не проконтролировал. Не прободрствовал. То есть, благочестиво ты не научился жить. Благочестия отсутствует. Благочестивый человек, это человек, как минимум, богобоязненный. Неблагочестивый человек, это человек, ну, и не будет, и Бога не бояться, и людей не стыдиться. Все. Благодать научит. Научит не человек, научит благодать. Я не учу. Я, хотя у меня деятельность, связанная с преподаванием, я не учу жить благочестиво, праведно и целомудренно. Вот. Я не могу этому научить. Этому научит истина. Я могу засвидетельствовать истину. Принять истину должен каждый. Познать истину должен каждый. Истина освободит каждого. То, что я свободен, я не могу автоматически переложить даже на свою жену и на своего сына. Тем более на кого-то, кто, ну, не там, скажем, для меня, ну, близок. Он, по моим убеждениям, ну, он не может быть автоматически свободен, потому что вступает в сферу моего влияния. Засвидетельствовать об истине я могу. Принятие истины – это то, что должен сделать каждый человек. Признав истину, человек имеет возможность увидеть в своей жизни действие благодати. Благодать будет учить. Учиться можно вместе. У кого-то опыт в обучении уже есть, у кого-то нет. Вот в этом я могу помочь, как человек, у которого есть опыт. Вот так. Так это работает практически. А услышать можно за свидетельствами истины? Как я сейчас все делаю? Мы слушаем. Я свидетельствую об истине. Я беру текст, я вам его интерпретирую. Я стараюсь соответствовать, как бы, я не выхожу за пределы определенные. Я пытаюсь минимизировать собственные каких-то, собственные, знаете, как бы, домыслы, предположения. Вот. Я стараюсь сохранять определенный баланс текста и откровения. Писание, научающее жить правильно, целомудренно, благочестиво. Когда? Последнее там, смотрите, написано. В нынешнем веке. Когда она научится? Сегодня. Вот когда Павел это писал, это был первый век. Это была середина первого века. Это было актуально тогда для них. Вот в чем заключается специфика Писания? Писание становится вневременным. То есть ты берешь Библию в руки, при правильном обращении с текстом, при правильном подходе к слову, вот, оно актуализируется в сегодняшнем настоящем. То есть то, что было написано две тысячи лет назад, становится для меня живым и действенным в двадцать первом веке. как тогда благодать научала человека жить правильно, целомудренно и благочестиво, так и сегодня она будет делать то же самое в нынешнем веке. И здесь очень важно понимать специфику нынешнего века. Павел разбирался в первом веке, так скажем, в его временных особенностях. Ну да, так вот он анализировал происходящее. Многие люди, они не понимают, в какое время они живут. не понимают, что это за время. Они не понимают специфику, они не понимают, так скажем, основные какие-то там культурологические, духовные, политические, нравственные какие-то описания того времени, в котором они живут. То есть мы живем в век, допустим, мы живем в век информационных технологий. Правильно? А подобное было в первом веке? Нет. Не было. Ну, значит, как бы нам нужно знать, что это такое век информационных технологий. Надо знать? Надо. Нам нужно ориентироваться в тех веяниях, которые происходят вот сейчас. Конечно. Конечно нужно. Нам нужно знать те направления, откуда может прийти определенная угроза. Конечно. Конечно нужно знать. Вот допустим, смотрите, мы живем в цивилизованном обществе. Да? Да. В цивилизованном, да? Да. В цивилизованном, да? Цивилизация является продуктом или результатом деятельности кого? Человека. Человека. Хорошо. Вот. Когда начала, когда возникла, так сказать, зародилась цивилизация? Да. Когда Бог создал силену. Нет. Когда Адам совершил. Ну, чуть позже. При Ноя. После Ноя. Нет, до Ноя. А, до Ноя. Ну, это все, наверное. Инструменты. Вот смотрите, вам нужно дать определение, что есть цивилизация. Облагораживать, значит, стройки. Хорошо, да. Вот уже, да. То есть цивилизация – это воздействие человека на окружающую жизнь. Человек – единственное существо, пожалуйста. Человек – единственное существо, которое может облагородить мир вокруг себя. То есть может повлиять на него. Ну, поросят они не могут повлиять. А человек приходит, либо он делает все по-свински, либо по-человечески. Из одной и той же территории можно устроить гадюшник, можно устроить парисадник. Понимаете? То есть в зависимости от того, кто придет на эту территорию. Угу. Цивилизация имеет зачаток в обществе каких людей? Четвертая глава книги Бытия. Это какие люди? Адамы. Нет, просто за этих артистик против людей. Цивилизованные. А, сделаны ли сами? Нет, это тоже так. Это люди, которые были уже деформированы грехом. А-а-а. То есть цивилизация возникает в обществе каком? Греховном. А-а-а. Абрам передвигался к шатрам. Кто строил бог? Я задал вопрос. Я не ушел до рекламы. Я задал вопрос из четвертой главы. Бубру. Вот. Хорошо. Я вам помогу. Первый город построил Кань. Кань. А-а-а. Да. Первый город строит Кань. Почему он построил город? Он боялся. Укройцы? Чего он боялся? Преследование. Что его убьют. А-а-а. А потому что он сам убийца. А-а-а. Вот. Мотив? Мотив такой? А-а-а. Мотив неверный. Нет. В его случае, как бы, это единственный мотив. В его случае. Там нету вер... Там не единственный мотив. Он боится, что его убьют. Он строит город. Что здесь такое город? Просто огороженная. Город. Огороженная территория. А-а. Вот. Он селится в местности и огораживает ее. То есть он страдает от страха. От постоянной неуверенности в завтрашнем дне. То есть он не имеет уверенности в Боге, в своей защищенности. И поэтому свою защищенность он перекладывает на... На что? На то, что может сделать своими руками. Поэтому мы ставим сигнализацию, решетки. То есть цивилизованное общество, это общество, которое создает максимальную безопасность для своего обитателя. Почему? Потому что, в кавычках, в цивилизованном обществе он боится, человек, что с ним что-то может случиться. Вот так. То есть люди являются организаторами цивилизации, но люди сами по себе были уже какими? Испорченными. Смотрите, как все несложно. Человек сотворен Богом и помещен куда? В райский сад. Правильно, в сад. Вот. А кто создает город? Человек. Человек. Как камень. Поэтому, абсолютно каждому человеку свойственно куда вырваться? На природу. Никому не хочется провести, допустим, там лето где-нибудь, грубо говоря, в бетоне, в асфальте. Но просто хотят все куда-то, знаете, в парк выехать, иметь дачу, воздуха свежего вдохнуть. То есть город для человека – это враждебная среда. То есть город для человека – это среда, в которой, как я уже говорил, ему задается такой агрессивный ритм жизни, в котором он будет разрушаться. Почему? Город создает не Бог. Город создает человек. И он вкладывает в него те мотивы, которые являются лживыми. Поэтому цивилизация… Смотрите. Построим город. Возникают дальше элементы цивилизации – это культура. Появляются кто? Играющие на музыкальных инструментах. Это четвертая глава бытия. И появляются ремесленники. Это потомки кого? Каина. Каина. То есть когда человек не находит, а он уже не может найти удовлетворение полноценного в Боге, он находит его в альтернативе. В какой? В музыке. В искусстве. В искусстве. Да. И в чем? И в работе. То есть людям нужно самовыражение. Людям нужен выход. Людям нужна, как бы знаете, людям нужна духовность. Духовность. Кирилл говорит, а что такого? Вот есть физика, есть, говорит, дух. Музыка – это духовное явление, конечно. Да. Но если музыку создают люди, которые с духом на «вы», или как бы, ну, я имею в виду с Божьим Духом, ну, нет, ну, если с Божьим Духом человек на «вы», то у него будет ну… Музыка созидающая. А если… Да. Вот. Поэтому цивилизация, как вы поняли, да, является продуктом, продуктом людей. Люди создают ее в результате своих определенных повреждений, ну, вот. И с каждым новым веком, поколением цивилизация начинает что? Развиваться. Конечно. Вот сейчас мы живем в 21 веке. У нас сейчас есть такой, скажем, стремительный рост цивилизации. Есть? Научно-технический прогресс. Есть? Есть. Люди стали более счастливыми? Нет. Нет. Они стали лучше жить. Вы скажете, ну, это как… с какой точки зрения посмотреть? Если с точки зрения, как мы говорили с вами вот вот до этого, да, мы говорили с точки зрения иметь, то да, больше стали иметь. С точки зрения нравственности, культуры, морали, духовности нет. То есть, одновременно есть научно-технический прогресс и нравственный регресс. То есть, есть падение. То есть, чем человек больше начинает знать об окружающей действительности, и чем больше он начинает контролировать, тем более безнравственным он становится. То есть, люди сейчас проникают в такие области, в которые всегда им было табуировано. ЭКО. И эстаназия. Вот. То есть, люди берут на себя право, вот, решать, когда жизнь начнется и когда она закончится. Люди берут на себя право определять, какого пола им быть. Ага. Люди берут на себя. Ну и вот можно продолжить уже эту тему. Вот так. Но это цивилизация. Мы живем, написано, чтобы нам жить в нынешнем веке. Вот я вам просто описал нынешний век. То есть, мы живем в эпоху, в которой повышенная толерантность. Что такое толерантность? Медицинская. Медицинская, да. То есть, простонтология. Что он описывает? Не отторгает. А? Что-то не отторгает? Наоборот. Привыкание повышение. Вот, смотрите, берется урок. Орган пересаживается, да? А тот, к которому этот орган пересажен, вот тот организм, у него срабатывает защитная реакция. То есть, инородное он начинает отторгать. Для того, чтобы его приживить, человеку дают организму препараты, которые, вот этот механизм, они турпируют и образуется толерантность. То есть, приживляется что-то инородное. Сам по себе термин не несет позитивной коннотации, так скажем, позитивного определения. Вот. То есть, скорее, как бы это отлично отрицательное явление. Теперь, смотрите, я перекладываю толерантность на нравственную сферу. То есть, человек, обществу вводится постепенно прививка греха. То есть, постепенно вводится определенная доза. Не сразу, не резко. То есть, 20 лет назад думать, допустим, о каких-то там гомосексуальных браках, ну, было как бы, ну, не все были латентные. Вот. А потом, со временем, начинается прогрессия. Вот. Прогрессия. К чему она приведет? Ну, в принципе, тоже прогнозируемо. К чему она приведет? То есть, мир становится толерантным. То есть, уже, ну, как бы это, ну, что, все же взрослые люди, у каждого есть свой выбор. Каждый может свою жизнь, ну, так, организовать по-своему. Мы-то должны быть толерантны друг к другу. Вот. Это нынешний век. Нынешний век. Когда стираются границы, чего? Черного и белое. И образуется большой диапазон серой тональности. То есть, там, где зло называется добром, и ты не можешь различить одно от другого. Вы фильм «Джокер» смотрели? Нет, слава богу. Частично. Не смотрели? Это надо? А? Надо посмотреть. Нет, ну, вы, если не смотрели, ну, если посмотреть, вам нужно будет, смотрите, как бы там, ну, чтобы соориентироваться в этом фильме, нам нужно хотя бы посмотреть, хотя бы пару частей, пару частей, тогда хотя бы, ну, там, хотя бы вторую часть Бэтмена. Черный Рыцарь. Короче, Моро. Моро. Нет, ну, на самом деле, как бы, если у вас есть свободное время, и вы хотите задуматься о происходящем сегодня, то вам нужно посмотреть, допустим, Бэтмен, Черный Рыцарь, и посмотреть потом отдельно Джокер. Вот. В Джокере, вот, идет стирание границ. Вот. То есть, идет подмена понятий. И в результате, как бы, показан персонаж, который является олицетворением зла, но... Его можно оправдать. А его... А кто его создал, этого... А кто его создал, этого Джокера? Кто создал, тот должен быть убит, да? Нет, создало его общество. Мы создали Джокера. Джокер является продуктом нашей агрессии. Он нормальный, он так парень-то был, как бы, нуждающийся. Ну, грубо говоря, он немного с приветом был. Ему нужно было помогать, ему нужно было оказать любовь, принятие, заботу. А общество такое было вокруг. И в результате того, что его все... Он взял в руки оружие и стал Джокером. А так-то он, ну... Хороший. Жертва. Старшая, палачок. Вот так. То есть, на самом деле, как бы, люди смотрят, если это человек не с обновленным умом, то ему пропихивается... Да. Вот. А все, что было показано в Джокере, состоялось в цветной революции через год вообще в разных странах. То ему показывает, то ему, как бы, вменяется, вменяется возможность перейти с одной, скажем так, крайности в другую. То есть, свободно можно называть одно другим. Нету абсолютно. В нынешнем веке все относительно. Так. Для того, что всех это устраивает или в большинстве вот, ну, когда об этом снимают фильмы, когда об этом ведут, там, скажем, теледебаты, когда об этом пишут книги, когда такое влияние идет массовое, и мы же живем в век информационных технологий, а информация, она никогда не бывает бесполезной. Она либо отрицательная, либо положительная. То есть, она в любом случае либо созидает, либо разрушает. то есть, она не может быть просто, ну, ты, как бы, вот, просто включил, он у тебя для фона молотит телек. То есть, у тебя все равно там есть, как бы, у тебя определенный есть остаток. Как минимум, есть накрутка эмоциональная. Как минимум. Это и происходит и в социальных сетях, и на ТВ, и в интернете, везде. То есть, когда этим всем фейковым ньюсом, так скажем, вообще фейковой подачей захвачен весь ИИ, искусственный интеллект, а у ИИ нету понятия фейка и истины. Фейк и истину отличает только личность. Об этом говорят даже разработчики Гугла, Фейсбука и всех других корпораций. ИИ нету понятия истины. Он работает с алгоритмами. Кто-то сдает алгоритм? Ну, алгоритм – это действие. А уже в рамках алгоритма будет обрабатываться информация, ИИ не ориентируется. Фейк – это или это истина. Поэтому сейчас, грубо говоря, как колбасы нету натуральной или она дорого стоит. И она неудобна для покупок на каждый день. Понимаете? Вот также информация, которая подается, она тоже есть хорошая, но она неудобна, невоспринимаема. Поэтому гораздо более, так скажем, а воспринимаемая какая? Фейковая информация. Всякая чепуха. Вот я просто вам описал нынешний век. То есть, когда написано, чтобы мы были научаемы в нынешнем веке, то есть это значит, надо ориентироваться в том отрезке своей жизни, в которой ты находишься. И нельзя говорить, вот сейчас хуже, чем, ну, когда было 20 лет назад, люди говорили, ну, понимаете, каждое поколение будет говорить, что ему сейчас хуже, чем предыдущему. Нельзя говорить, что мы живем в самое худшее бездуховное время. Нет. День спасения ныне, сегодня, как и написано. Пока у человека есть возможность приобщаться к истине, для него есть, так скажем, шанс спасения. Вот не будет возможности приобщения, вот тогда, наверное, будет как-то по-другому. Просто нужно ориентироваться, что благодать, она, вот, человека научит разбираться в происходящих событиях вот сегодняшнего дня. Если человек ориентируется в этом настоящем, то для него завтрашний день будет более гарантированным. Если он не научился ориентироваться в этом веке, в нынешнем, он будет жертвой фейка. Вот так. Он будет жертвой лжи. Но Иисус давно это сказал. Он лжец и отец лжи. Тогда не было такого слова, как фейк. Вот. Но ложь, она всегда была. Всегда была. Человек либо будет жить во лжи, либо будет жить в истине. Но жить в истине надо научиться. Ну, грубо говоря, ты жил обыкновенной жизнью во лжи, там, 30, 20, 40 лет. Вот. А здесь, как бы, вот, там, за 4 месяца хочешь научиться новым. Жить в истине. Это не профессионально. Вот. Слишком большое влияние остаточных элементов. Они, как бы, еще где-то так, ну, заявляют о себе. Вот. Поэтому, чтобы этому научиться, нужно остаточное, все, как можно быстрее, тщательнее, нужно уничтожить. И не подпитывать. Не подпитывать. Хорошо. Сколько времени у нас? Шесть. Шесть. Ну, вот, как раз получается, если шесть нормально, да, мы, я думаю, что мы можем помолиться. Вот. Да. Хорошо. На этом мы можем с вами закончить, да? Вот. Хорошо. И так мы говорили вот сегодня, говорили о том, что человечество, оно находится в динамике. Как все общество, так и каждый человек. В отдельно взятой. В динамике. Динамика может быть, как два эскалатора. Либо вверх, либо вниз. То есть, никто не может просто взять и вот, ну, зависнуть. Ага. Раз, вот он и за, вот он. Нету таких. Не, ну, то есть, как бы, если ты просто в столичной эскалаторе, то у тебя все равно он. Принесет. Куда-то тебя везет. Или вверх. Куда-то он тебя везет. Вот. Поэтому раз есть такая динамика, то надо очень, надо осознавать себя как личность. Динамичный. То есть, я динамичный человек. Динамичный, то есть, я, личность это то, что в постоянной динамике. Если я не лучше, чем вчера и третьего дня, то это проблема. Если я не модернизируюсь с каждой неделью, это проблема. Проблема какая? То есть, если я не собираюсь со хрустом, я, я раскачаюсь. Я трачу, я раскачаю, я спускаюсь вниз. Я никогда не, я не стою на месте. Я падаю. Я падаю. В этот раз я такой более злой стал. Я вижу такой, я становлюсь более склонным к удовольствиям. То есть, я раз замечаю с собой, это падение, я падаю. То есть, я не пью, не курю, не матерюсь, не смотрю телевизор. Но внутри меня есть зависть, что кто-то смотрит телевизор. Курит. А иногда и выпивает. Кто это? Курит вообще. Да. Я думаю, вот так. Живут люди. А мне здесь эти религиозники, да, там, уменили это все. Все. Это падение. Христианство должно быть практичным и сверхъестественным. Если оно не практичное и не сверхъестественное, то это все профанация и бесплатное приложение к журналу «Крокодил». Все.